Отчитываться о работе мы будем в начале учебного года, там где мы вас познакомим с нашим главным работой на 2014-2015 учебный год. Так, мы всегда получаем огромное удовольствие от встречи с вами. Ведь от того, как организована работа университета, зависит многое. Я прошу помнить вас о том, что у нас первая задача – получать знания для того, чтобы не только знать больше о новых условиях жизни в 21 веке, но и быть самим каждому из нас значимыми для окружающих. Принимать участие в жизни, освободиться от обид, разочарований и, в конце концов, жить меньше, болея или совсем не болея. В этом учебном году нам много времени пришлось уделять организационные вопросы. Заново пришлось приводить в порядок всю документацию. Вы знаете, что у нас не было помещения, и документы у нас лежали по квартирам члены ректората. И восстановить полностью их не удалось. Ректорат взялся за эту проблему, продумывая и решая задачи, которые возникли перед ними. По-новому формировали звенья, создав вместо 45 звеньев 25, увеличивая количество слушателей в звеньях. А из-за безответственного отношения к работе некоторых звеньевых, которые у нас ушли, и нам ничего не передали, работа затягивалась. Слушатели искали звеньевых, нервничали. А в данный момент, по сведениям звеньевых наших, у нас есть слушатели, которые ходят в университет только из-за концертов и билетов в музыкальный театр. Драма, театр, филармония. Мне хочется вам сказать, дорогие мои, не мучайте себя и окружающих, так как у вас есть возможность посещать эти зрелища через городской совет ветеранов или союз пенсионеров. Они также оформляют такие же, как и у нас, абонементы, также цена, нет разницы ни в чем. Вы будете просто отдыхать, а наш университет посещает более активные граждане. Творческие люди, неравнодушные, происходящие в стране события. Организационных вопросов много, будем их решать и дальше в следующий учебный год. В этом учебном году мы получили помещение. Знаете, у нас помещение, и нужно сказать, что условия у нас стали лучше. У нас стали создаваться работа, вернее, кружки, малые группы. И поэтому сейчас мы продолжаем искать помещение. Дело в том, что там грибок и очень сыро. Наши члены-эктора туда не хотят ходить. Они боятся, что там простите. Да и правильно ли это, конечно же. И мы сейчас с Юрием Серафимовичем пишем письмо администрации. Ходим, обиваем пороги на приемы. Подключили депутата «Единой России» Шевкова Игоря Николаевича. Ивановский городской комитет по управлению имуществом предлагал нам два помещения. Первое помещение – улица Каренина, дом 10. Подвал. Комната 12 метров, темная. И рядом в каждой комнате есть другие организации. Второе помещение. Комната 45 квадратных метров. Все разбито. Кругом грязь. Требуется очень большой ремонт. Нет отопления. Мы не в силу сделать этот ремонт, так как там и миллиона не обойтись, а у нас денег нет. Сейчас будем снова ходить и что-то искать. Мы будем продолжать эту работу, пока администрация города не обратит должного внимания на наш университет и на наших слушателей, которые, не жалея стих и здоровья, трудились на благо Родины. Я благодарна председателю областного отделения общероссийской организации «Союзпенсионеров России» Лукашева Евгения Яковлевна, которая помогла мне в организации по уменьшению помещения для занятий малых групп из веневых зданий администрации без арендной платы. Я благодарна нашим слушателям, которые самореализовались, сами пообъяснили товарищам по университету, получить новые знания, навыки применять их в жизни. Это наша пушковая работа. Эти занятия позволили нашим слушателям удовлетворить потребности в самореализации, использовании свободного времени, способствуя сохранению психологического успокойства и улучшению физического самочувствия. Вы бы видели их лица, когда я заходил к ним на занятия, как горели их глаза, когда они показывали мне свои изделия. Как в этот момент они были счастливы? А это много значит для пожилого человека. В начале учебного года мы увидим их замечательные изделия на выставке, которые мы организуем. В этом же учебном году мы получили достоверение слушателей. Оформили личные карточки. Это тоже огромная работа, но это нужная работа. И так в любом учреждении есть личные карточки. В этом учебном году сумели организовать компьютерные курсы на 32 человека. В окончании курсов наши слушатели получают сертификаты. Восстановлен факультет изобразительного искусства. К сожалению, в начале ходило 60 человек. Даже надо было бы 10 ходило 60. А сейчас количество заметно уменьшилось. Поэтому я хочу сказать вот о чем. Что если вы будете ходить на факультет, давайте ходить. Так, потому что это сложная работа. И стараются там сейчас они для нас что-то сделать. Новые выставки нам показывают и читают хорошие лекции. Так, вы, наверное, все заметили, что у нас появилась страничка нашего университета в интернете. Здесь расписание наших кружков, малых групп, место проведения занятий. Какие мероприятия посещают наши слушатели. И мы сами, желающие, просматриваем эти страницы. Так, дорогие слушатели, дорогие мои друзья, у меня к вам большая просьба. Напишите, какие темы вы хотите слушать на факультете права и здоровья, так как в мае месяце надо будет составлять план работы на следующий учебный год. Подумайте и предлагайте сейчас. Ну, до 23 числа. Сейчас женщины, так как умница, там, где сейчас дали несколько записок, уже люди думают. То есть это люди думающие. Те, которые хотят что-то получить, какие-то знания. Очень приятно. Сейчас они подошли, сдали свои вот такие листочки. И мы, конечно же, обязательно приучим. Когда мы составили план, я это все учтю. Так, сейчас вот так. А сейчас, конечно же, я когда заявляю слово, Юрий Сергеевич, заместитель проекта по организационным вопросам. То есть тема, это сегодняшнее забрание, тема Юрия Сергеевича. Пожалуйста, Юрий Сергеевич. По положению, которое заработал в нашем университете, для нашего университета, значит, зампроектора по связи с другими организациями должен заниматься, его прямая обязанность, заниматься в тесном контакте с театрами, филармонии и другими учреждениями культурно-мастового развития. Также, значит, должен заниматься, находить связи с другими организациями, молодежными организациями, помогать находить спонсоров, которые могли нам финансово помочь в нашем университете. Моя самая главная работа была, это театр, посещение театров и концертов. Значит, в прошлом учебном году и в предыдущие учебные годы, значит, у нас была связь с театром, с мускомедией, давали два, три, четыре, значит, спектакли бы не иметь, на спектакль, где был вход свободный, и их посещали, и причем указывали, на какой спектакль именно нам идти. В этом году и до финансовых затруднений театра музыкальной комедии, значит, принято решение всех, значит, за деньги. Слушателей пускать, зрителей, вернее, пускать в театр за деньги. В этом были разработаны для всех организаций, которые имеют, если будем так назовем, льготы по посещению театров, значит, были разработаны абонементы. Значит, но, но, сделали квартальный, еще дели квартальный. Конечно, для нас это хорошо. Значит, оформил квартальный билет, это абонемент, и ходить целый квартал. Не думаешь, там каждый месяц надо бегать куда-то, деньги давать, потом получать, потом, значит, искать звеневую, и так далее, и так далее. Вот это вот была очень большая работа проделана. За, не хвастаясь, конечно, но за эту работу, за работу с музыкальным театром по абонементам, и за работу по распространению билетов на некоторые представления. Это, как помните, Пименова, Келлина был, это вечер памяти, Лисовской балерины, это Бленместера, спектакль был, значит, маскарад. Теперь, вот сейчас идем на Чикаго, то же самое, значит, билеты, распространение билетов. Значит, администрация меня пробила благодарностью, вручила при всех. Была работа, конечно, очень большая проделана. Может, кто-то недоволен остался, может, кто-то... Теперь с драмтеатром. Значит, в драмтеатре не пошли по этому направлению. Я столько запросила. Значит, там другое направление сделали. Там абонементы, как и в прошлом году, и по запросам нам давали на 20 человек абонементов. Я вам хочу сказать, значит, что нам за этот учебный год было выдано 32 абонемента в театр, в драмтеатр, конечно, на спектакле. Значит, 20 человек ходил на каждый абонемент, распределял их на степан персонально по звеневым, прямо там звеневые гидировались и ходили в театр. Значит, получилось 640 человек у нас сходило в драмтеатр в этом учебном году. Значит, мы большую связь имеем с КОК, мы сейчас наладили связь, там этот самый, соцзащита есть, там у них, значит, кружки всевозможные, тоже пожилых людей. Мы туда, нас пригласили, мы выезжали туда и провели там малую олимпиаду, когда была сочинская олимпиада, мы там провели, это все зафотографировалось. Затем мы также пригласили нас на Масленицу, там отмечали праздник Масленицы, жгли там чучело, играли то же самое, и это все за снимком заснято. Затем у нас связь наладили с Элитой. Есть такая школа Элита, которая занимается тоже пожилыми людьми, как и мы, значит, ну там платная, очень большая плата, и вот они, значит, выступали у нас, это школа Элита, танцевальная группа выступала в Золотой Осипе. Они вот в следующую среду тоже мы их пригласили, как хороший коллектив, который у нас выступал, я не буду выступать у нас на галоконцерты. Затем, значит, связи с банками у нас, появились у нас спонсоры, это банки, Кранбанк и Мособлбанк. Они у нас тоже выступали, значит, будут у нас присутствовать на 23-го числа на Тожествах на наших, там будет тоже награждение, и концерт будет большой, очень большой концерт, который составит состав, трудно, трудно, конечно, всех собрать, 8 коллективов будет самый лучший. Вот такие вот основные моменты, значит, в которых приходилось не работать. И с общественными, очень много приходилось работать с общественными организацией. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ выпускать выпускать свою газету, значит, под названием «Университет третий возраст». Но ни печатать у нас так и не нашлось, кому бы напечатать, на компьютер набирать. Значит, есть набросы всевозможные, редактор, но все равно надо печатать кому-то. Но материал, материал, который был запрограммирован в эту газету, значит, напечатан и был размножен с помощью наших спонсоров. Они нам дали бумагу, помогли нам тоже и прочитать газету. На прошлом, нет, на запрошлом занятии было 450 экземпляров. Было все разобрали, значит, вот эту газету почитаем. Вот здесь на этой странице называется есть такой университет. Значит, за подписью Нин Кощей. Вот, но хотелось, на это на будущее пожелать, хочется пожелать в будущем, в будущем году, когда будем учиться, значит, все-таки свою газету организовать. Организовали же страничку в интернете и люди, которые учатся сейчас на компьютерах работают, у кого есть компьютер, у кого там у внуков, правнуков и так далее, можете заходить на эту страницу и читать, что творится и куда мы ходим в университете крытой мудростью. АПЛОДИСМЕНТЫ От себя лично и от наших, от нас всех, я хочу поблагодарить активистов нашего университета, людей, которые добровольно, как и мы участвовали в организации работ университета, звеневых, Ларису Ивановну Фадееву, Ирину Давыдовну Найдус, Винограду Зинаиду Александровну, Мину Дмитриевну Голубеву, Крузику Веру Николаевну, Колесову Елену Ивановну, Майору Любовь, и именно Мищенко Альбину Николаевну, Матурину Лидию Ивановну, Соколову Ольгу Владимировну, Шарову Галину Борисовну, Камегулину Раису Александровну. Я думаю, с новым учебным годом надеюсь, что мы создадим хороший актив, а мы будем создавать актив. Я верю, что среди вас есть творческие люди, которые действительно помогут нашему университету. Добрые, понимающие, что работа университета поможет нам удовлетворять потребности в самореализации, использовании своего свободного времени, расширять границы нашего досуга, способствовать примитению уверенности в собственных силах. И последнее, о чем я хотел бы вам сказать. Последним решением нашего ректората, решением ректората, мы решили о приеме в служении на следующий 2014-2015 учебный год. Когда-то мы думали, что будем их принимать с 1 сентября по 1 октября, но когда мы все взвесим на стоке документации, мы решили, сейчас мы начинаем уже работать. Значит, комиссия будет работать с 14 мая по 24 мая, девочки, запоминайте, кому нужны из них, по понедельникам, средам и пятницам с 11 до 14 часов, по адресу улицы Третья Сосневская, дом 139, офис 21. Вновь поступающие в университет должны иметь при себе следующие документы, паспорт, пенсионное удостоверение, учетную карточку в Союзе Пенсионеров, если таковы есть, если нет, то мы будем поднимать здесь у нас в университете уже. Удостоверение по группе инвалидности, если такое имеется, но это по желанию, мы не принуждаем такие документы запрессить именно о инвалидности. а наши слушатели, мы с вами наш слушатель нынешний, мы сейчас заполняем личные карточки, и нам уже ничего не нужно будет, все зависит от наших звеневых. В звеневом было дано поручение до 17-го, до завтрашнего числа завтрашнего совещания заполнить эти карточки, но поскольку, если не успеют, украли срок 25-го апреля, карточки, чтобы были на руках, чтобы мы знали, сколько у нас человек осталось, сколько по состоянию здоровья уже приходится в нашем университете. Это очень важно, чтобы у нас началась работа 1 октября уже в полную силу. Не сдавайтесь, друзья, не сдавайтесь, жизнь прожить в величайшую честь, и почаще друг с другом встречайтесь, в каждом что-то прекрасное есть. Как салон Юрий Серафимович, благодаря. Благодаря нашим спонсорам, а не нам, кто-то пока еще один раз помогли, благодаря им мы сегодня имеем возможность поблагодарить наших дорогих слушателей, тех, которые не жалеют времени и сил стараются тоже работать на благо нашего университета. Сейчас наступил очень приятный момент честного не наших активистов. Благодарность Юрия Серафимовича, векторат Ивановского городского народного университета Третий возраст, выражает вам большую благодарность за взаимопонимание, за активную жизненную позицию. Итак, всем у нас будет почти одинаково. Низкий поклон всем, наши дорогие, за ваш огромный труд на благо общества. И дальше будет каждым отдельное пожелание. Спасибо. Наталья Борисовна, первая помощница, большая дружина, которая не считается в день, что ее осталось в день, за двадцать вечера, а в мельканах. Ирина Алексеевна, уважаемые Ирина Алексеевна, мы выносим большую благодарность за взаимопонимание и поддержку и для для позиции. Сремнагорест и безупречным отношением в общественной работе. Мы можем подмениться рады, нас, и подражаться. Желаем вам доброе здоровье и радость вам и ваш здоровье. Служу, стараюсь служить нашему университету третий возраст. Спасибо. Уважаемая Мария Семеновна, дорогая, поднимайте потихонечку. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемая Галина Сепановна, Галина Сепановна, вы тоже награждаетесь нашей грамотой. Пусть вас никогда не покидает вера в собственные силы и осознание важности работы, которую вы ведете. Мира, счастья, благополучия вам и вашим близким на долгие годы вперед. Пожалуйста, подойдите сюда. Мы также благодарим вас за всю вашу работу, за участие в мероприятиях, проводимых университетом и Охломским Центром социального обслуживания населения. Благодарим мира, счастья, благополучия вам и вашим близким на долгие годы. Спасибо за то, что вы были. Уважаемая Светлана Владимировна, ректорат Ивановского городского народного университета 3-й возраст выражает вам благодарность за взаимопонимание, поддержку, активную жизненную позицию, за участие в мероприятиях, проводимых университетом и Охломским Центром социального обслуживания населения. Ждаю вам мира, счастья, благополучия вам и вашим близким на долгие городы. Уважаемая Ольга Львовна, ректорат Ивановского городского народного университета, 3-й возраст, выражает вам благодарность за взаимопонимание, поддержку, активную жизненную позицию, за участие в мероприятиях, проводимых университетом «Спасибо вам всем». Уважаемая Галина Геннадьевна, ректорат Ивановского городского народного университета, 3-й возраст, благодаря вас за взаимопонимание, поддержку, активную жизненную позицию. Мы желаем вам нестекаемой жизненной энергии, доброго здоровья и творчества гонки. Галина Галина Геннадьевна, у нас ведет два мечта, не считая восстановления. Уважаемая Наталья Владимировна, ректорат Ивановского городского народного университета, 3-й возраст, благодарит вас за взаимопонимание, поддержку, активную жизненную позицию. Пусть вас никогда не покидает вера в собственные силы и о создании важности работы, которую вы ведете. Мира, счастья, благополучия вам и вашим близким. А долгие годы вперед! Мы все видим, что действительно та положительная, позитивная обстановка, которая в этом году особенно сложилась в этом университете, для нас, для всех очень, очень нужна. Вот я, например, на себе это почувствовала. И то, что вот меня поставили возглавить факультет изобразительного искусства, я считаю это очень полезным фактором для каждого из нас и желающих действительно оказалось много, потому что мы немножечко все-таки стали отходить от доброты, от тех культурных ценностей, может быть, а это нас еще омолодило, показало нам, что прекрасное всегда вокруг нас. Еще раз я хочу поблагодарить ректорату, потому что их усилиями, конечно, мы и живы здесь, в нашем университете, и пожелать им, чтобы они не взваливали вот эту тягу, тяжелый груз только на себя, на свои плечи, а действительно нашли еще себе помощников достойных, чтобы наш университет жил, процветал и развивался всего как университет. А я хочу от имени нашего оливерситета, я так думаю, но от имени себя особенно, большое спасибо, что вы стали такими активными, у нас такая сейчас стала хорошая дисциплина, и мы научились встречать гостей, которые приходят в своей организации и говорят, как нас хорошо встречал третий возраст, как они здорово нам хлопали, я думаю, что мы продолжим это, пусть нас знают, мы будем стараться, чтобы наш университет процветал, чтобы нас кто-то знал. Так, а сегодня мы вам что обещали? Танцы. Вы просили сегодня, вы будете танцевать, веселые танцы. Уважаемые слушатели, от вашего имени и от имени ректората, конечно, я поздравляю меня Степану с большим большим для ее праздником с днем окончания учебного года. Наконец-то мы дешевизм. А сейчас, значит, вот как Степану сказал, в бестибюле администрация Центра культуры и творчества организовывает для нас небольшой подарок, будут танцы, вестибюле здесь вот, как мы выходим, значит, потанцуем немного, кто-то пойдет, может, обиваться, может, и целый. Да, будьте молоды, покажите, что вы молоды. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова